Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Наконец пошла отдача от моих роликов, посвященных использованию секс-игрушек, игрушек для взрослых. Вот такой поступает вопрос. После просмотра вашего видеоролика, где вы говорите о том, что спринцеваться можно только по рекомендации гинеколога, возник вопрос, нужно ли после полового акта вымывать влагалище от силиконового любриканта. Ведь если этого не сделать, может возникнуть дисбиоз, поскольку силиконовый любрикант имеет довольно жирную консистенцию, как минеральное масло, и это не кислая среда. К тому же он требует применения большого количества моющих средств для интимной гигиены. Что вы посоветуете в этом случае? Во-первых, ребят, внимательно слушаем все, что говорится на роликах. Несмотря на то, что мы там импровизируем, приводим всякие смешные примеры из жизни, какие-то афоризмы стараемся для вас подготовить для того, чтобы подсластить пилюлю или скрасить, так сказать, ваш просмотр. За каждым роликом стоит очень много информации, действительно полезной. И я, по-моему, неоднократно говорила о том, что силикон мы используем для анального секса. Куда вы силиконом лезете во влагалище? Во влагалище, вон, пожалуйста, берите смазки на водной основе, они универсальны, они подходят для любого типа презервативов, они абсолютно безопасны, безболезненны, там, я не знаю, безпрепятственны и без осложнений используются. Поэтому, в общем-то, не надо ничего мудрить и не надо извращаться сверх меры, не надо самим себе ничего придумывать. Пожалуйста, покупайте смазки и любриканты на водной основе и используйте их. А силиконовые смазки оставьте, пожалуйста, для анального секса. Что касается спринцевания после полового акта, в принципе, не надо ничего там себе спринцевать и воспринцовывать. Если вы хотите в качестве гигиенических мероприятий что-нибудь там себе оросить, ради бога, пожалуйста, сверху, как вы обычно подмываете, сверху там что-нибудь себе помойте и все. Внутрь ни пальцами, ни водой, ни струей душа, ни какими там гелями для интимной гигиены, ни какими там тем более гельмоющими средствами мы туда не лазим. Это действительно путь в дисбиоз, раз себе всю флору вымыли, отмыли. Мыло, даже такое самое адаптированное по PH, оно в любом случае является слабым дезинфектантом. Раз себе все дезинфицировали, два, три, десять, неизбежно в организме вы попадете в такой какой-нибудь неблагоприятный для вас период, когда будут все условия для формирования дисбиоза, я уже от холода заговорюсь. И в том числе вы еще себя продезинфицировали. Всю кислую свою среду вы уничтожили, лактобактерии все отмыли, а там сидели ждали какие-нибудь вредные факторы для развития дисбиоза или вагиноза, или молощицы. У нас могут быть три типа, по которым уйдет нарушение микрофлоры влагалища в сторону дисбиоза, в сторону вагиноза и в сторону кандидоза. Кальпит я не рассматриваю, это уже совсем инфекционные процессы, воспалительные, это уже немножко из другой оперы. И вы себе, получается, как бы сами своей собственной рукой создаете условия для формирования, как бы подталкиваете чашу весов в сторону формирования этого дисбиоза. Не надо этого делать и при правильном применении смазок, смазку не надо жалеть во время секса, но в принципе при правильном ее применении, ее там никогда не бывает такого количества, что прямо ее надо там вынимать из полости влагалища, чтобы вы чувствовали себя чистой и помытой. Какие-то там остатки, они эвакуируются естественным путем. Мы там с вами тоже во многих роликах уже неоднократно говорили о том, что в норме у женщины до одной чайной ложки выделения в сутки может быть и побольше немножко перед менструальным кровотечением. И вот с теми выделениями, которые идут наружу, эти остатки смазки вымываются и все. И не будет у вас никаких проблем, и не будет у вас никакого дисбиоза. Так что будьте внимательны, слушайте, пожалуйста, внимательно то, что я говорю. Что-нибудь понятно, пишите комментарии. Сейчас у нас есть куда написать. У меня сейчас на сайте функционируют два форума. Один побольше, второй поменьше. Можно написать на почту, указанную на сайте ядоктормакару.ру. Можно задать вопрос в чате на сайте, можно написать в группу ВКонтакте. Куда хочешь, можно писать, можно даже мне позвонить. Правда, телефон существует только для записи на прием, по телефону я не консультирую. Но обратиться ко мне можно, можно даже на прием прийти. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. Я всем отвечу, потому что я всех люблю. И всем пока. Пока.